халю или корейская волна это феномен распространения современной южнокорейской культуры по всему миру понятие появилось в 90 когда пекинские журналы открыто удивлялись тому как корейская культура быстро проникает в другие страны корейская литература становится бестселлерами на амазоне корейские фильмы получают оскары а корейские поп-группы набирают миллиарды просмотров но чего все это началось весь этот корейский тренд samsung samsung стал синонимом высокотехнологичной продукции смартфоны телевизоры бытовая техника samsung стал частью повседневной жизни многих людей компания активно спонсирует международные спортивные события олимпийские игры культурные мероприятия выставки рекламные компании и спонсорство не только продвигают продукцию компании но и способствует распространению знаний о корейской культуре и достижениях samsung использует звезд кей-поп и известных корейских актеров в своих рекламных кампаниях что помогает привлекать внимание к корейской поп-культуре через рекламу продуктов samsung корейские знаменитости становятся узнаваемыми на международном уровне кей-поп и корейское кино идут в массы в конце 90-х корейское правительство активно подключается к инвестициям в культурную индустрию создаются программы поддержки кино музыки и телевидение продвигается первое поколение южнокорейских бой бэндов группы ход джек скис они же джекки они же секс кис и позже тиви xq или don beng шинки они привлекли огромное количество поклонников в азии и за ее пределами продуманный маркетинг высококачественные клипы интенсивное использование социальных медиа и интернет-платформ для продвижения кей-поп за пределами кореи выступление корейских бэндов нашего времени это целое шоу с качественно поставленной хореографией дорого мощно эффектно а помните всеми любимого псая с его гангом стайл движение из его клипа повторял весь мир сделав танец вирусным а что значит этот гангом стайл в корее есть термин стиль к нам который относится к стилю жизни в районе каннам гу одному из самых престижных районов сеула то есть каннам стайл значит роскошный образ жизни что-то а-ля вечеринок на патриках самая популярная и самая высокооплачиваемая корейская группа в наши дни bts beyond the sin за сцены они неоднократно возглавляли чарты песню dynamite помните своих мировых турне на 1 2 они собирали стадионы у них множество рекламных контрактов с тем же samsung с кока-колой макдональдс и многими другими они являются лицом корейских брендов их альбомы продаются в миллионах экземпляров песни набирают миллиарды прослушиваний бить с являются одними из самых популярных артистов в социальных сетях с миллионами подписчиков на всевозможных платформах bts получили множество престижных наград в корее за пределами кореи american music awards billboard music awards mtv video music awards были номинированы на грэмми forbes оценил годовой доход группы в более чем 50 миллионов долларов корейские телесериалы они же дорамы или по-нашенски драмы популяризируются в китае и японии тайване снимаются эти сериалы в различных жанрах мистические детективные романтичные могут зачитать в себе сразу несколько жанров больше всего поклонников ударом о повседневной жизни школьников студентов или коллег по работе истории жизни людей похожих на самих зрителей фильмы шире 1999 года объединенная зона безопасности 2000 года привлекают внимание международных зрителей режиссеры пак чанук и ким ки дук получили признание на международных кинофестивалях пак чанук работал над олдбоем после важно что для конца 90-х начало 2000-х многие корейские дорамы и фильмы в принципе очень красиво сняты красота прослеживается во всем в декорациях местах съемок в самих актерах их костюмах и макияж посмотрите фильм весна-лето осень зима и снова весна уединение монастырь озеро лес горы мудрости страдания поиск искупления а теперь давайте вспомним самый популярный нашумевший корейский сериал вспомнили игра в кальмара в чем секрет его успеха для начала оригинальный сюжет участники играют вроде в детские игры но последствия фатальны сочетание невинности и жестокости смертельных испытаний контраст напряжение сериал затрагивает актуальные социальные экономические проблемы неравенство долги и отчаяния все это отзывается у аудитории многообразие персонажей каждый из которых имеет свою предысторию и мотивацию вы можете привязать героям сопереживать их борьбе отличное качество съемки декорации костюмы спецэффекты впечатляющая визуальная составляющая сериала яркие цвета особенно зеленый и красный у сериала есть свой стиль напряжение и интрига сохраняется на протяжении всех серий часто недоумение относительно того что произойдет дальше элемент вирусности в социальных сетях мемы вызовы зрители делились своими впечатлениями и теориями что привлекало новых зрителей сериал вводит зрителей в корейскую культуру и традиции например такие элементы как традиционные детские игры и корейская кухня добавляет аутентичности и уникальности я не буду говорить что сериал вышел на netflix знаете что такое бинч-вотчинг по нашему тв марафон то есть когда вы смотрите все серии разом так вот на netflix были загружены сразу все серии что вызвало это запойное осмотрение спустя пару недель сериал стал самым популярным сериалом netflix в 90 странах успеху шоу способствовал и некий эффект домино выход сериала особо не анонсировали а потом когда он вышел люди стали делиться своими впечатлениями стали появляться шутки тик токи рилсы но конечно главная музыкальная тема спустя месяц сериал посмотрела 142 миллиона человек интересно что сами корейцы не в восторге от сериала многие смотрели его из актера ли джона дже который сыграл главного героя игрока под номером 456 если здесь есть корейцы можете написать что в корее думают о кальмарах смысле о сериале если обобщить с помощью сериалов и кино на зритель узнает лучше об образе жизни корейцев об их пищевых предпочтениях о моде о поведении с другими людьми о культе красоты выглядит хорошо здесь очень важно здесь нет ничего зазорного в том чтобы сделать себе пластику более того здесь это чуть ли не обязанность так как существуют свои стандарты красоты и в резюме самое главное это фотография пластические операции часто родители дарят своим детям в честь выпуска из школы или на совершеннолетие южная корея входит в пятерку стран где пластическая хирургия и эстетическая медицина пользуются огромным спросом ежегодно в корее делают около 800 тысяч пластических операций делают их не только девушки но и молодые люди не менее 20 процентов пациентов мужского пола одна из самых популярных операций здесь навеки чтобы глаза казались больше еще в моде аккуратные прямые носы цены самые разные часто гораздо ниже чем в других странах поэтому сюда нередко приезжают иностранцы с целью омоложения а еще у корейцев в моде быть бледнокожими поэтому бронзирующие средства вы здесь вряд ли найдете здесь могу порекомендовать вам мой выпуск о стандартах красоты в средневековье чтобы посмотреть что же ценилось тогда у средневековых красавиц несмотря на время быть молодым модно всегда корейцы стараются остановить время делая омолаживающие процедуры уделяя большое внимание уходу за кожей корейская косметика наверняка продается где-нибудь у вас в соседнем магазинчик не стесняйтесь пишите свои секретные локации с корейскими кремами и логично что появился термин кей бьюти но что касается южнокорейской бьюти отрасли она входит в топ-3 мира уступая только сша и франции друзья если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк это помогает в развитии моему каналу смотрите также мои выпуски из сеула где можно познакомиться с достопримечательностями различными историческими фактами линги на корейские выпуски будут в описании и не забывайте что у меня есть и второй канал зарубежном образовании там я публиковал ролики из своей корейской поездки о самом старом корейском вузе и вообще об одном из старейших вузов азии да он находится в сеуле в корее и бронируйте для своих детей место в нашем корейском лагере мы организуем с нашими групп лидерами детские лагеря по всему миру включая и южную корею всю полезную информацию сайт и линки вы найдете в описании к ролику да вы уже знаете